Блин. А, прекрасно. Короче, мы ничего не досмотрели. Ну, в общем, ладно. Привет, ребят. Меня зовут Мека. И есть одно важное заявление. Между ранами Принц Перси и ДМЦ ко мне пришла банда разбойников и выломала меня коленные чашечки. Так что сейчас я играю без коленных чашечек. И поскольку в этой игре коленные чашечки мне не очень сильно потребуются, это ДМЦ. ДМЦ 3. Спрашивай, Ладиша. Микрадиум. Да, там ты видел, кто выиграл? Да, я видел, кто выиграл. Это прохождение на уровне сложности Heaven or Hell, где все умирает с одного раза, как и... Микрадиум. Да, там ты видел, кто выиграл? Да, я видел, кто выиграл. Все нормально. Будем пытаться не заруинить, наверное. Я держу, в принципе, верб по этой категории, поэтому все должно быть нормально. В этом ранее не будет никаких девочек, не будет никаких рофов. Мы будем просто брать и тупо рассказывать то, что происходит, потому что, видимо, что это очень эффективный способ. Ну, задонатить. Кстати, донатьте. Ладно. Собственно, таймер начинает сразу же после перехода в черный экран. Ну, короче, после нажатия. Ну, сейчас. Сейчас все будет. Я постараюсь объяснить большую часть того, что будет происходить на экране. Although, это может быть, короче, немного сложно, но надеюсь, все будет нормально. Ладно, все. Хватит, хватит, все. Три, два, один. Поехали. Итак, поскольку мы хорошие ребята, мы любим силу и силу силы, и силу силы, и силу силы, силы, силы. Мы играем за Вергилия. По лору игры, Вергилия это сводный брат Данте, который очень любит силу. Собственно, поэтому категория Heaven or Hell. На самом деле, если разбирать, то Heaven or Hell, за счет того, что, опять же, мы любим силу, ну, и сам Вергилий, как персонаж, он тоже любит силу. Неудивительно, что игра за Вергилия, мы, скажем так, мы убиваем врагов с одного удара, потому что это показывает, насколько мы сильны. Ну, опять же, поскольку мы играем в категориях Heaven or Hell, и все умирают с одного раза, увы, увы, скажем так, ну, мы должны спамить вот этими вот клинками. Потому что это самый быстрый способ убить Энами в 99% случаев. Поэтому, увы, ничего не будет происходить, ну, больше, ну, не знаю, в ближайшие 45 минут. Итак, сейчас я использую такую вещь, как Switch Cancel, потому что это очень полезная штука. Switch Cancel позволяет отменять анимации оружия, ну, в частности, их, короче, бэксинг-анимации, анимации отката оружия, так называемые. И за счет этого мы можем делать очень много движений, очень быстро. Собственно, вот, мы бежим, и мы делаем сингер в кат-сцену, потому что это очень весело. Скажите привет собачке, скажите пока собачке. В этом раме мы будем использовать стой воду. Много стой воды, на самом деле всего лишь 30 штук. 30 штук стой воды хватит нам для того, чтобы сделать все необходимые вещи, и надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас покажу первый скип в игре. Очень простой скип. Да, очень простой скип. И мы просто бегаем в дверь. Очень важно забегать в дверь, поскольку, как бы мы ни старались, двери, ну, двери это враги. Мало кто знает, но компания, которая делала двери в эту башню, в которой мы сейчас находимся, под названием Temmin Nigru, это были демоны. Игра начинает... Игра называется Dale May Cry. Я, 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 я не вру, она прям так и называется, Dale May Cry. Что это значит? Это значит, что демоны, которые сделали дверь, они, ну, они теперь плачут. Поэтому, вот. Разрушаем статуи, идем сюда, активируем прекрасный... ...лифт. И делаем небольшую оптимизацию за счет использования такой... ...вещи, как 3-кап. 3-кап используется Вергилием и только Вергилием. Это его особенность, то, что у него есть особенность или под названием Dark Slayer. Темный, темный слэйер... Темный убийца? Темный нагибатор? Ну, 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 короче, сводный перевод. А это, короче, софт-лок локация. Привет. Мы попадаем в яму с, короче, с нашими просто результатами, которая полна крови казуалов. И меня только что убил казуал. Очень важно помнить, что казуалы в этой игре, это очень хорошие люди. Если бы не было казуалов, то, ну, все было бы намного лучше. Но, увы, никак. Просто раки душат. На самом деле, это не имеет значения, потому что, опять же, большая часть раны это... Нет, не падать. А можно выйти? Спасибо. Спасибо. Это было преднамеренно. Это скипает огромную кат-сцену в конце этого уровня. И вообще, это самый быстрый способ. В большинстве случаев мы будем использовать такую вещь, как стингер, для того, чтобы активировать предметы. Поскольку в момент стингера мы сохраняем немного момента, момента это как-то очень штука. И то, что я объясняю, никому это нафиг не интересно. Поэтому давайте я не буду говорить про момента, потому что если я буду говорить про момента, то у меня увеличится скорость, потому что моментом увеличится скорость своего разговора до таких масштабов, что мою речь никто не поймет просто-напросто. ВР по этой категории очень сильно оптимизирован мной. Но, но этого рана ВРовского нет на спидранкоме. По причине моего небольшого исследования, которое доказало, что по какой-то причине ноутбук с конфигом, не знаю, в 10 раз хуже, пробегает игру на 2 минуты быстрее того, что у меня сейчас есть. Сейчас я буду сделать самый жесткий скип в этой игре, который требует скилухи. Скилухи. Ну, и очевидно, что скилухи у меня не было, поэтому скип я запорол. Вот. Продолжаем идти обратно, потому что именно в этой игре мы очень любим идти назад. Вот все нормальные игры, как они строятся? Вот давайте реально подумаем. Вы идете в определенное место, вы берете квест. Вы берете квест, не знаю, берете, 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 бегаете, берете, там, не знаю, убиваете кого-то, ла-ла-ла-ла-ла. Что делает Devil May Cry? Вы берете квест, а потом идете назад, а потом опять берете там квест, а потом опять идете назад, туда-сюда, туда-сюда. И как бы мне это не нравилось, но именно за это я и люблю эту игру. За то, что нужно постоянно что-то повторять. Вот. Мне нужно повторить то, что Вергилий не может почему-то вот на эту платформу запрыгнуть. Ну, не знаю, спрыгнуть с нее. И проблема здесь не в том, что Вергилий сам по себе это синий чувак. Так, запомните, ребят, что синие чуваки это, 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 ну, короче, это лед, это лед. Нужно просто понимать, что синие чуваки, они могут сделать вот, вот так. Я не в ту сторону это делал. Хотя, стоп, нет. Короче, я сейчас попробую сделать скип, который нифига время не сейвит, но он выглядит круто. Опа! В общем, такой вот прекрасный скип, который на самом деле теряет много времени, но я подумал, что показать его было очень круто, поэтому наслаждайтесь. Сейчас мы подходим к боссу, который называется Агнии Рудро. Один из моих любимых боссов, потому что они помирают с одного удара и больше не говорят. Как известно, Агнии Рудро очень, очень негативно влияет на Данте, поскольку Данте это красный щелок. Как мы знаем, красный цвет олицетворяет огонь во всех играх. И поэтому для того, чтобы украсить огонь, нам нужна вода, много стой воды. Вода, 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 хочу воду, вода, 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 много воды. Поэтому мы, поскольку мы играем за синего персонажа, нам нужно что-то охладить. В данном ране мы будем охлаждать наше время. Так. Тем временем, мы подходим на шестую миссию, и в шестой миссии нам нужно сделать, ну, вообще три испытания, чтобы получить новую пушку, но поскольку Вергилий настолько пафосный, что ему не нужно новое оружие, и у него есть там всякая катана, и там перчаточки, и ямато, у него все будет нормально. Продолжаем бежать, потому что, очевидно, что бег в этой игре, ну, бег в этой игре почему-то очень сильно поломан, и это быстрее, чем просто бегать и лететь с вашим ножиком, там, не знаю, в рандомные места, как я это демонстрирую сейчас. А то, что я делал, называется Stinger Cancel, Stinger Dash, Stinger Warp, короче, называйте как угодно. С древней испанского это означает, что ваш персонаж очень далеко летит, и все хорошо. Сейчас я буду показывать прекрасный глич, называется Controller Glitch, который делается вот таким вот незамысловатым образом. Это очень, это очень стоит много времени, это стоит около двух, двух минут, но это не важно. Самое важное, что это все равно быстрее, чем текущий VR, и поскольку текущий VR, на самом деле, не очень сильно оптимизирован, нам нужно просто бежать очень быстро, падай вниз, потому что падать вниз это очень быстро, и все нормально. И сейчас, и сейчас мы берем, мы берем, и нужно отойти. Субтитры сделал DimaTorzok Так, короче, Все нормально, все нормально. Я клемнул еще пять бутылок артбулом, все нормально. Проложаем бежать, потому что бежать, очевидно, это очень быстро. Делаем Stinger в дверь, потому что Stinger очень быстро. Делаем трикап, чтобы быленько запрыгнуть сюда. Оп-оп-оп-оп-оп, срота. Итак, поскольку Вергилий персонаж, который любит прыгать... Мы можем прыгать прямо в дверь. Сделаем аккуратный Stinger сюда, чтобы открыть здесь дверь. На самом деле, это не стоит очень много времени, но это очень важно показать. Сейчас будем делать прекрасный глич на контроллере. Но перед этим нужно убить некоторое количество этих ребят с гробиками. Убивая их, мы получаем атом, который называется Siren Shriek. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Делаем контроллер глич, прыгаем обратно. И делаем Stinger cancel вот сюда. И это переносилось прямо в лифт, который идет... Идет... Вниз! Вергилий не любит идти вниз, потому что внизу находятся казуалы. Мы же синие, ребята. Мы не любим казуалов. Вот. Делаем здесь еще один контроллер глич. Прямо так. И этого чувака взрывать не обязательно. Это невидимая стена, которая нужна для того, чтобы огражать казуалов от нормального мира, от реального. И активируем еще одну прекрасную вот эту вот фиговину. Чтобы ее уничтожить, мы будем использовать Switch Cancel, который происходит прямо сейчас. Switch Cancel, как вы могли уже заметить, очень полезная штука. Упс. Эта херена должна была разрушиться. И отсюда мы берем череп. Череп потребуется для того, чтобы открыть дверь. Вот. И добиваем энеми. Итак. Закроем в эту дверь с помощью сингера. Сделаем старту, чтобы быстро спуститься. Не получается быстро спуститься, потому что мы казуалы. Я двигаюсь в колонну, потому что колонну очень веселые ребята. Никто этого не знает, но... Вот. Итак. Теперь мы двигаемся вверх. Мы здесь можем сделать небольшой скип, который стоит буквально там секунды или две. Но я его пытаюсь сделать. Я его сделал, потому что я умею это делать. Поскольку мы можем двигаться в катсценах и не можем это делать в консольной версии игры, мы просто двигаемся в катсценах, потому что это очень круто. Появляется еще некоторое количество энеми. Нам очень нужно их убить, потому что дверь закрыта. Если дверь закрыта, то мы не можем спидранить. И как мы знаем, в спидране очень важно прыгать. Сделаем еще один контроллер глич, потому что это очень полезно и важно. И бежим дальше. Что мы понимали, мы сейчас умрем. Мы умрем, потому что мы бежим слишком быстро. Когда мне говорят, что я бегу слишком быстро, я просто хочу ответить людям, что это не я бегу слишком быстро. Это ваше понимание меня бегут. Ну, короче, из-за того, что я бегу слишком быстро, ваше понимание того, что должно быть быстро, оно меняется. И поэтому, бац, мы убиваем... Стоп. Мы убиваем Дергила. Ну, то есть это Вергилия, только Данте. Вот. И мы пытаемся в желудок к какому-то казуалу, и нам это не важно. Мы будем делать очень опасную страту, которая очень легко заруинит, но я думаю, что у меня получится. Здесь мы сделаем сингер-канцел. Разворачиваемся сюда. Опа, 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 стреляем, 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 попадаем. Сделаем еще отмену. А теперь идем, идем, идем. И идем вот сюда. Да-да-да. И здесь сделаем трикап. Ай. Я упал. Ничего. Есть еще одна попытка. Трикап. И еще одна попытка. Опа, я наверху. Извините. Сделаем стингер, чтобы упасть сюда, упасть вниз, и все будет нормально. Отлично. И продолжаем. Отлично. И поскольку в некоторых... В некоторых... В некоторых моментах умирать полезнее, чем просто бежать, мы можем просто умереть. Это называется Death Warp. Death Warp в этой игре некоторое количество раз встречается, и мы каждый из них будем использовать. Опять же, очень важно делать Death Warp правильно, потому что если вы будете это делать неправильно, то все будет очень плохо. Итак, мы бежим от какой-то непонятной сущности. Потому что мы не хотим быть, там, не знаю... Ну, короче, съеденными. Поэтому продолжаем бежать. Сейчас мы находимся в желудке какого-то чела. Нам не обязательно знать, кто этот чел, чтобы быть в желудке. Потому что доказано ненаучным способом, что желудок крутая вещь. Вы можете этого не знать, и можете этого даже не понимать, но вы должны точно знать, что кушать надо. Поэтому... Поэтому вот. Здесь берем глазик какого-то чудища, потому что мы только что пришли из желудка прямо в его голову. И здесь мы делаем Stinger Launch. Stinger Cancel. Stinger Slide, короче, называется. Вот. Stinger Slide позволяет бежать с наибольшей, наивысочайшей скоростью в этом ране. И все хорошо. Поэтому. А что мы делаем? Мы разрушаем какую-то пленочку и прыгаем вниз. Мы прыгнули чуть-чуть не туда, это нормально. Убиваем этого щела, потому что он нам не нравится. И поэтому... Бум! Мы опять умираем. Очень важно понимать, что в некоторых моментах умирать очень важно. Здесь делаем еще один Stinger Cancel. Прыгаем и уничтожаем это чудище. Бац! Как видите, это очень простой спидран. Я ничего не делаю. Почти. Активируем Drill Trigger и бежим через мост. Важно понимать, что мосты сделали люди. То есть люди крутые ребята. Не то, что демоны. И сейчас я делаю обычную старту, я просто убиваю девотек. Вот это девотеки-пауки. Ну, типа арахниды. Мало кто знает, но арахниды в играх представлены в основном девотеками, потому что по лору древней, по-моему, Греции все арахниды были девотеками, которые попали под влияние каких-то злых чар, и поэтому они все девотеки. Здесь сделаем еще один Stinger Slide, потому что это было круто. И хорошо. И здесь мы только что заруинили, но это был непреднамерный руин. Это была старта. С помощью этой старты мы можем мыренько откатиться и сделать такие два удара. С помощью этих двух ударов можно сделать все, что угодно. Ну, как оказалось. Поэтому мы бежим еще быстрее, и все хорошо. Сейчас мы находимся на какой-то непонятной херовине. Ну, на самом деле, на очевидной непонятной херовине. И для этого мы... Для прохождения мы должны использовать Spiral Swords, из-за чего мы умираем. Эта смерть не была преднамеренная, потому что эта смерть была по плану. Как вы знаете, все мои раны, они всегда идут по плану. Поэтому что мы делаем? Мы опять бежим в это же место, чтобы все было хорошо. Но в этот раз мы пробежим на влевую сторону, чтобы убить. Здесь можно сделать Stinger Slide, и я его делаю. Stinger Slide, как вы уже поняли, это очень быстрый способ передвижения в этой игре. Поэтому мы делаем еще один Stinger Slide, и сделаем 3кап, чтобы пробежать еще быстрее. Здесь просто убиваем энеми, и делаем Stinger в дверь. Stinger в дверь, как вы могли уже понять, это очень быстрый способ. И все, что я делаю, это тоже очень быстро. И поэтому. Бежим дальше, потому что бежать дальше это выгодно и полезно. Здесь есть всякие пилары, и так далее. Итак, еще один Stinger в дверь. И... И берем амброзию! Чтобы вы понимали, амброзия это демонический айтем, который, по идее, давался девочкам в Древней Греции. И для того, что... Ну, короче, это был запретный плод. Вот, как говорили, вот там, не знаю, в Библии, в написанной книжке, что, типа, вот, ты возьмешь там, там, не знаю, яблочко, и вот ты умрешь. Вот, и вот сейчас мы тоже будем умирать. Для того, чтобы быстро умереть, нам нужно прыгнуть и БАМ! Без биовульфа, вот прям со всего разгона. И все. Побежали в дверь, потому что в дверь бежать полезно. И бежим прям под водопад. Мало кто знает, но под водопадами в 90% случаев в реальной жизни существуют какие-то двери, которые можно пройти. Если это не делать, то все будет плохо. Поэтому вот. Мы приближаемся к двери, которую нужно открыть, потому что Амрозе. И еще делаем Сингер, ну, короче, ну, если не важно. Здесь девочка в черном, который бежит на нас и хочет у нас сосать уже здоровье, но мы ей не позволяем, потому что они синие. Синие, ребят, никогда не позволяют издеваться над собой, потому что они представляют собой силу. Итак, бежим дальше. Десятая миссия. Работа. Мало кто знает, но синие, ребят, они очень любят работать над своими спидранами. Поэтому любой человек, который хотя бы задумался о том, чтобы ранить ДМЦ, я им рекомендую ранить ДМЦ 4. Потому что ДМЦ 4 выиграет за синего человека под названием Нира. По небольшой случайности, или там, в общем, не важно почему, но четвертая ДМЦ не попала на этот марафон. Хотя я очень сильно старался это сделать. Если бы четвертая ДМЦ попала на марафон, то было бы очень хорошо. Мы делаем еще один сингер слайд, но не получается этого сделать, потому что на стриме реказуал. И мы попадаем с Биовульфа, делаем еще один контроллер глич и идем дальше. Итак, сделаем еще один сингер прям к норегенератору, который мы используем для того, чтобы перейти на прекрасную локацию дальше. И сейчас мы увидим новых энеми, которые, по сути, являются щитами с огоньками. Щитов с огоньками называются дул, дулаханы, дулаханы, и они умирают с помощью одной святой воды. Святая вода это очень полезный айтем, в этой игре как вы уже могли понять, потому что святая вода в этой игре убивает всех, всех, всех. Ну, в принципе, как в реальной жизни. Если вы пьете святую воду, там, не знаю, из-под крана, которая считается, ну, зачастую святой, поскольку, ну, она же бесплатная, ну, по идее, да, ну, там, синенькая, там, ну, прозрачненькая, ну, еще там, со вкусами, там, со всякими, там, прибавками, там, и так далее, то вы становитесь лучше. Мы делаем 3 кап и делаем буст об эту прекрасную энигму, делаем 2 синдера в дверь, мы не попадаем в дверь, и все нормально. Итак, попадаем еще в дверь, потому что в дверь попадать очень круто, приятно и так далее. И привет еще девочкам. В этот раз с девочками будет зелененький паук, потому что зелененький паук это, ну, символ этой игры. Мало кто знает, но синий паук нифига не сильнее девочек, но неважно. Вот. Сингеримся в дверь, и чуть не, и мы чуть не умерли, так что все нормально. Здесь делаем буст через Беовульф, и скипнули кат-сцены, и поехали. Опа, делаем еще один сингер в дверь, и поехали. Итак. Одиннадцатая миссия, под названием Ревенж. В этой миссии мы, мы ревенгируем. То есть, ну, в прошлой игра называлась Metal Gear Rising Revengeance. Мало кто знает о том, что Metal Gear Rising Revengeance это сокращение от Devil May Cry Revengeance. Райден это на самом деле Данте под скином Вергилия, и поскольку у него есть много очень разных оружий, то мы можем сказать, что история с Metal Gear Rising она произойдет в будущем. Поэтому, все хорошо. Итак, идем дальше. Сейчас мы находимся на алтаре зла. Мало кто знает, но на алтаре зла все спидраннеры в нашем сообществе проходят крещение. С помощью, чтобы пройти крещение, им нужно выпить три бутылки Кирлимфаула... Что там, короче, такое. В общем, не важно. Мы пинаем вот эти вот колонны, кубики, столики. В общем, называйте это как угодно. Самый быстрый способ это сделать, это канцелить все ваши удары после каждого первого хита. Потому что, как показывает практика, после каждого первого хита, в следующий ваш хит, ну, чуть быстрее. Делаем еще небольшое количество сингер-генцелов и... Иезаем стою воду, потому что вся вода это круто. Итак. Используем еще одну стою воду, потому что все хорошо. Мало кто знает, что прыгать от сена это очень полезно. И мы прыгаем в вагончик. Да! В общем, вот. Прыгаем в вагончик, потому что вагончик очень полезен. Для того, чтобы сделать вагончик этот очень быстрый, мы можем еще выпить него на стою воды. Мало кто знает, но все. Вода это очень полезно. Полезная вещь. Поскольку мало кто заметил, но... Стэва, да, очень полезная. Ладно. На этом в вагончике очень легко умереть, поэтому... Поэтому мы стараемся... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, все. Все нормально. В общем, в 12-й миссии мы находимся под дьявольским триггером. А дьявольский триггер в этой игре очень сильно ускоряет персонажа в... Ну, там, не знаю. В общем, вот. Но вы это, на самом деле, не заметите, потому что мы и так в дьявол-триггере бегаем всю игру. У нас супер-костюм активный. Кстати, я забыл рассказать, что в этой игре есть очень много костюмов. В общем, мало кто знает, но в этой игре очень много костюмов. И тот костюм, который мы используем... Так, мне нужно... Так, стоп. Пауза, стоп. Вода. Так, все. Мне хорошо. Вот. Собственно, костюмы открываются по мере прохождения игры. И некоторых сложностей. Ну, например, за прохождение обычной игры вам дают костюм голого Данте и Вергилия без плаща. Вот. Аммм. Вот. Совсем другие. Ну, еще не важно. Вот. Короче, мало кто знает, но у меня из-за того, что я бегу слишком быстро, у меня и нет умирают. Поэтому мне нужно чуть-чуть замедлиться. Мы будем замедляться таким образом, что нам нужно для начала... Умереть. Умираем и переносим почему-то вперед. Ну, так что все нормально. Мы стреляем мечками, потому что, ну, мечики быстрее, чем просто там, не знаю, махать мечом. И все нормально. И так, продолжаем дальше. Блинкаемся в этой двери с помощью и нашего Ямато, поэтому все нормально. Поскольку мы немного замедлились, ну, я выпил немного яблочного сока, я могу... Ну, вот. Я могу чуть быстрее бегать. Поскольку в этой вселенной, в вселенной Дэл Мэй Края, если говорить очень медленно, то ран идет более хорошо. Вы видите, ну, вот, ну, улучшение в качестве стрима. То есть, если я сейчас опять начну разгоняться и скоростью бешеной собаки буду бегать и просто прыгать, и использую всю эту воду, и при этом прыгать, потому что это очень быстро. Я убиваю четыре пешки, потому что это очень быстро. И стреляю венчиками вот в эту фигуину, потому что это тоже очень быстро. А здесь я использую специальную строчку, которая будет использовать мой прекрасный... Я использую всю эту воду, потому что это очень быстро. Использую всегда... Схожу в двери. Тем временем мы можем еще сильнее разогнаться. Но для этого нам нужно, ну, знаете, еще чуть-чуть, там, ну, знаете, ну, использовать стою воду. Как мы знаем, стоя вода это очень полезный предмет в этой игре, если вы не заметили. И поэтому мы стараемся использовать стою воду в очень важных моментах игры. Например, при всех босс-файтах, кроме босс-файтов, ну, мы просто ускоряемся. Ускорение в этой игре происходит таким образом, что вы должны, ну, брать и использовать специальные ключи. Ну, и убивать Дергилия. Дергилий плохой персонаж, потому что он в красном. Итак, мы почти половину уже рано прошли на такой прекрасной золотой скорости. Мы можем поднять еще больше скорости. Но мы можем софтлокнуть игру, если хотим. Но вместо этого мы просто возьмем и будем прыгать. Прыгать в этой игре очень полезно. Но, знаешь, что еще более, ну, что еще более, там, не знаю, полезнее бега? Ну, это, там, не знаю, ну. Короче, еще один, еще один очень интересный факт. Вот эти вот ребята, их можно уничтожить. Мы их будем уничтожать с помощью чистой воды. Бам. И светлая вода, как мы уже заметили, она дает очень много кадров неуязвимости. Бам. Махать Ямато на, ну, не знаю, вам в лицо, это очень весело. Здесь используем такой же трюк, который делали в прошлый раз. Да, вот примерно вот такой. Если все сделать правильно, то мы пойдем прямо в вагончик. Итак. Мы опять попадаем на вагончик, но в этот раз вагончик очень медленный. Поэтому мы берем, используем свою воду. Здесь убиваем этого щела. Раз, два, три, четыре. Прыгаем, исчерстная вода. И мы скипаем всю фазу с вагончиком. Это было гениально. Итак. Мы делаем снигеры в дверь, потому что снигеры в дверь очень полезны. И мы попадаем в Хэллс Хайвей. Хэллс Хайвей, по сути, это небольшая такая арена, которая нифига не арена. И для того, чтобы, там, не знаю, очень быстро пройти арену, мы используем свою воду. Мало кто знает, но снигеры, да, это очень, очень ограниченный предмет в этой игре. И поэтому мы используем очень малое количество времени. Для этого рана. Убиваем здесь шахматные фигурки, потому что очевидно, что шахматы это игра для настоящих лохов. И взрываем их дальше. И мы доходим до последней арены, которые тоже взрываем. Не важно, что мы теряем очень много времени по этому поводу, мы должны просто бегать очень быстро. Мало кто знает, но бегать быстро в спидранах, это очень, я не знаю, очень, очень, очень полезно. Для тех, кто только что пришел, я напоминаю, что меня зовут Микоразиум, я спидранный ДМЦ Игры. И сейчас вы наблюдаете то, как я буду умирать. Ладно, я пошутил. Здесь делаем еще один стингерслайк, потому что делать стингерслайк, это очень полезно. И с помощью спины убиваем прекрасную Энигму. Мало кто знает, но Энигмы это очень плохие ребята. Прям очень плохие. И мы делаем стингер в конец уровня. Очень, 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 очень полезно. И поскольку у нас осталось очень мало стой воды, нам нужно закинуться. Мы закинуться стой водой каждый раз по понедельникам, четвергам, вторникам, пятницам, субботам, средам, ну, в общем, каждый день. И мы идем на 15-ю миссию. Закрываем фтриггер, и мы должны в кашь 15 секунд. Можем попрыгать. Опа, прыжок. Мало кто знает, но прыжки в этой игре дают очень много инвалкадров, поэтому это игра по рашам. Опа! Ладно, поехали дальше. Закрываем сюда, потому что сюда зайти надо, и мы видим арахнидов. Арахнидов, ну, знаете, не обязательно убивать. В крайней мере, в этот раз. И сейчас мы сделаем очень определенный набор инпутов. Вот такой и вот такой. Это самый быстрый набор инпутов, который можно придумать. Активируем вот эту прекрасную херойну и делаем очень много кенселов. Делать очень много кенселов очень полезно и важно, потому что если сделать очень мало кенселов, то мы не сможем все... Кочем мы не сможем очень быстро бегать. И прямо сейчас мы будем делать очень интересный цикл, который идет... до самого конца уровня. И отцикл связан с тем, что вот эти колесика нужно крестить до определенной частоты. Первая частота это два. Мы дважды их окрузили и побежали дальше. После этого мы делаем прекрасный прыжок через Биовульф и начинаем бить второе кольцо. Второе кольцо нужно ударить только два раза. Поскольку мы ударили это колесо два раза, мы должны пойти вот сюда. Здесь мы можем взять и перепрыгнуть все вот эти вот прекрасные вещи. После чего мы можем сделать прекрасную вещь, как дезварп. Этот дезварп на самом деле нифига не стоит время, поэтому мы его делать не будем. Делать дезварп в этой игре очень полезно, но не в этом уровне. Хотя в некоторых ситуациях дезварп очень полезная вещь. Продолжаем бежать и потому что мы прокручили колесо еще один раз мы попадаем в ту локацию, которая нам нужна. В этой локации можно сделать еще один дезварп, который мы не будем делать, потому что если мы его сделаем, то все будет очень плохо. Прыгаем, бегаем, прыгаем, бегаем. Ай-яй-яй. В общем, мало кто знает, но здесь умирать не обязательно. И мало кто знает, что здесь есть еще одно кольцо, которое можно крутить. Это кольцо мы будем крутить тоже дважды, потому что крутить колеса дважды очень полезная идея. Итак, идем дальше. Забираем здесь еще один осколок Орехалка. Я думаю, что очень много людей знают, что Орехалк это такой драгоценный камень. Это был дезварп. Это было специально. Это был дезварп, все было специально... Да-да-да-да-да-да, это я. Ладно. Итак, здесь мы попадаем на какие-то колеса. Нам не обязательно их есть, кушать и так далее, потому что их можно просто активировать. Для того, чтобы активировать это колесо, нам нужно его прокрутить дважды. Да твою налево! Так, поехали. Мы уже один раз прокрутили колесо, поскольку бегать против колеса не нужно. Нам нужно всего лишь пробежать очень быстро. Поэтому мы должны еще один раз активировать это прекрасное колесико. Пожалуйста. Спасибо. Ура! Грузим колесико и идем сюда. Мы сделали сюда. Здесь мы сделаем очень интересный дезворп. Для того, чтобы сделать дезворп в этой игре, нам нужно просто умереть. Отсюда и название дезворп. Если бы этот дезворп назывался по-другому, было бы там, не знаю, очень интересно. Поэтому мы делаем дезворп в эту сторону. И поскольку я могу умереть, я могу прочитать чат. Стриминжет попросил короса дважды. Где смех? Давай паучки, грибочки, го-го. Дезворп, очень много людей знает. Мне кажется, я играю на спидах. Мало кто знает, что у меня сайф на его ран. Пок чем? Как лёса, все знают. Спидран.ком. А-а-а. Вот. А тем временем. Мы активируем ReHalcon Fragment и делаем это очень быстро при помощи канцела. Итак. Здесь можно софтлокнуть игру, но мы этого делать не будем, потому что софтлокность игры плохо. Мало кто знает, но у меня есть 3 минуты, чтобы побить VR. Очевидно, что я это не сделал, потому что я стараюсь побить мировый рекорд по количеству сожженных святых вод. Итак. Мы будем крутить колеса. Мало кто заметил, я думаю, из 450 человек, но эта игра обожает колеса. Поэтому мы сделаем определенный цикл, который позволит нам прокрутить колеса таким вот очень быстрым способом. Опять. Надо, 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 надо подкачаться. Подкачаться этой игры очень интересным образом, а не мы прыгаем и используем струю воду. Очень важно понимать, что струйная вода это источник подкачивания. Этого не должно было происходить, потому что мне сейчас придется опять забирать вот эту штуку. Эх, ладно. Надо замедлиться. Хеллоу, Даркнесс, мой олд фрэнд. Какого хрена ты делаешь? Я не должен был здесь умирать, но я должен быстро бежать, Потому что колёные чашечки не регенерируются. Во-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. И надо побежать. Ладно. Здесь еще одно колесо И это колесо можно активировать Таким же образом, как мы делали с всеми остальными Итак Итак Здесь можно использовать еще одно светое вода Потому что светое вода, очевидно, очень быстро убивает эннами Мы прыгаем, бегаем Потому что независимо от того, что мы делаем Мы не побьем мировой рекорд по игре Devil May Cry 4 Special Edition Опа! Поэтому мне нужно просто взять, прыгнуть и сделать стингер слайд таким образом, чтобы разогнаться и убить эту девочку Потому что эта девочка не будет с нами больше никогда общаться Потому что я Вергилий Я Вергилий И я просто захожу в эту дверь и готовлюсь к очень жесткому циклу Потому что циклы это основа рана И перед следующим уровнем я закуплю еще чуть-чуть светое воды Всем чуть-чуть И продолжая тенденция Я делаю стингер слайд, который делает меня очень быстрым И поскольку эта комната очень скучная Мы ее будем проходить очень интересным способом Правда этот способ очень интересный, я тоже так думаю Поэтому мы продолжаем это делать Я чуть-чуть упал И это все равно нормально Потому что все, что мне нужно, это просто чуть-чуть Очень быстро приближать Опа! Пожалуйста, еще одна придется Опа! Так, стоп Я могу отменить анимацию А, прекрасно По-моему сюда А, отлично Ладно В общем, мне остается определенное количество времени Перед тем, как я Па-па-па-па-па-па-па-па-ра-ра-па-па-па-па-па-ра-па-па-па-па-ра-па-па Рощаюсь с вами, наверное Поэтому мне нужно еще чуть-чуть разогнаться Разогнаться мы будем таким образом Что сейчас, прямо сейчас, на ваших глазах, будет смертельный номер. Смертельный номер заключается в том, что эти шипы могут нас убить. И для того, чтобы они нас не убили, нам нужно двигаться очень быстро. Поскольку вся вода позволяет нам двигаться очень быстро и игнорировать эти шипы, мы можем использовать свою воду для того, чтобы получить еще больше кадров инвула. Поэтому, используя свою воду и делая определенные кадры инвула, мы можем игнорировать все эти шипы и нам абсолютно без ранней, что значит выявить. ХОПА! Завязывал шипы. ХОПА! СТАЯ ВОДА! Не употребляйте очень много. И поскольку мы не будем замедляться и будем так быстро дальше говорить, мы можем дальше пробежать и добиться этих ребят. Эти ребят самые новые, мы их будем видеть определенное количество времени до конца рана, поскольку до конца рана осталось буквально, там, не знаю, 5-10 минут, мы их будем видеть не очень так, ну, долго, быстро и так далее. Все, что нам нужно знать, это, ну, просто то, что сейчас будет нас знать черный чувак. Черный чувак, так же известный, как Дорпельгангер, и это, ну, из самых лучших звуковых тем в игре. Как жалко, что вы ее не услышите, потому что все, что мы сделаем, мы его напоим с этой водой. Поскольку эта игра очень сильно обсуждает тему добра и зла, этот человек, это наше зло. Поскольку мы убили, ну, зло, мы убили в себе, мы убили в себе казуальство. И поэтому, поэтому я приглашаю вас настоящими спидранерами, потому что, если вы способны понимать, после 40 минут такого прекрасного и хорошего рана, то, что я говорю, вы пришли сами к себе, вы находитесь на новой ступени эволюции, и поэтому мы попадаем в ад. Мало кто-то знает, но ад в... в... в игре Devil May Cry 3 Special Edition охеренно сделано ад. И раз сделано такого, потому что первое, что мы сделаем в воду, это поиграем в шахматы. Мы не будем, на самом деле, играть в шахматы, потому что шахматы играют, это очень скучно. Поэтому мы прыгаем в этот портал и делаем определенные импуты. Мы делаем два снигер-слайда в этого чувака, потому что этот чувак просто стоит и, ну, и ничего не делает. И поэтому идем дальше. Мы можем прыгнуть в это зеркаль, чтобы попасть в ступень босс-раша. А в босс-раша у нас вырубается Devil Trigger, поэтому мы не можем так быстро бегать. Но Devil Trigger можно подрубить в монетах с боссами. Поэтому пока пёсик Франкерзи. И мы можем его затаунтить. Таунтим, таунтим, потому что таунтить весело. Поскольку мы находимся в аду, и мы можем... И, короче, мы сейчас собираем, вот, ну, как... скажем так. Короче, мы собираем покемонов. Покемон, gonna catch them all. Все дела. На самом деле мы собираем души боссов не для того, чтобы их вернуть, а для того, чтобы, вот, ну, вот, взойти, вот, на еще следующую степень развития. Поскольку мы знаем, что спидраннеры, спидраннеры, это наивысшая раса. Настолько наивысшая, что только настоящий спидраннер поймет, что мека делает. Поэтому, если вы считаете, что вы поняли абсолютно все, что я сказал за последние 42 минуты, точнее, 40 минут и там еще чуть-чуть-чуть, то вы можете взять абсолютно любую игру, написать, там, не знаю, зайти в спидраннерский дискорд, поболтать с нами, а потом стать спидраннерами. А, спидраны. Поэтому сейчас мы находимся на предпоследней миссии в игре, и скоро будет таймер, конец, все дела. Поэтому, вот. А, у нас есть определенный бог, которому мы молимся, мы молимся яблочному соку. И мало кто знает, но прямо сейчас я буду пить яблочный сок, пока я буду спидранить. Я спидраню одной рукой, прямо сейчас. Одна рука. Потому что, вот эта крышечка... А, блин, стоп, вы же не услышите. Короче, я закручиваю крышечку в сок, в яблочный, чтобы на случай чего я мог просто выпить яблочного сока. Здесь можно просто попрыгать, потому что это ничего не решает. И здесь появляется зеркало. Здесь используется вода, потому что стоя вода, это круто. Как Наруто. Только лучше. Девка без руки. Ладно. Сейчас мы находимся в комнате времени, и, в общем, не важно, что тут происходит и так далее. Повторяю, что я, там, не знаю... В общем, не важно, что я делаю. А, здесь делаем последний контроллер-глич. Не важно. И, поскольку следующий босс проходится ногами, вы этого не увидите. Так. Короче, вот это моя нога. Так. Я поставил две ноги. Так. Вот это сюда, это... Так. Так, Джей. Так. Так. Так, вот это W. Нет. Так. Так. Я мэшу один. Так. Д. К. Нет. К. Так, К. Нажми на К. Так. Этот босс проходится ногами, ребят. Это не шутка. Так. Окей. И мы используем еще один раз в ту воду. Вот. Дай. Блин, как-то... Сложно. Отлично. Мы это сделали. Мы убили на... Короче, мы убили босса... Ногами. Таймер. Три, два, один. Таймер. Увы, но... Вы не увидели мое прохождение босса с ногами, потому что... Ну... Оно было. Вы, пожалуйста, должны мне поверить. Таким образом, я также заспидранил игру Devil May Cry 3 Special Edition на уровне сложности Virgili New Game Plus Heaven or Hell. Если вам понравился этот ран, возьмите себе... Тоже спидран. Увидимся на ранний риск офрейна. Ну что, Мека, ты закончился? В смысле закончился? Все вылил... Все... Всю душу излил за ран? Нет. А, окей. Там видно еще есть. Ну вот, если хотите продолжение, то можете подписаться на его канал twitch.tv. Слэш Мека Разиум. Вот. Это был DMC 3 Special Edition, где проходили за Virgil на Heaven or Hell, где все умирает с одного раза, но и вы тоже умираете с одного удара, но и вы умираете с одного удара. В принципе, спасибо тебе за ран, Мека Разиум. Людям понравилось, вроде. Было много, много, много not likes x, но тем не менее. Так. Сейчас посмотрю по времени, что у нас получается. Да, у нас там следующий ран-то. Следующий ран у нас Resident Evil 5 Lost and Nightmares от F-Copia, от Insane BB и Oxida. И на самом деле нам уже надо, к сожалению, переключаться. Ну, я уже Мека Разиума вроде спрашивал пару вопросов, но напоследок спрошу. Я знаю, что Devil May Cry 3 у тебя самая спидранимая игра, это, по-моему... Это не первая игра, с которой ты начал? Или первая? Окей, но Devil May Cry 3 это прям основная игра, в которую ты спидранимаешь? Тоже нет? А какая-то, да, основная игра, в которую ты спидранишь? Да, у меня каждая игра основная. А, я понял, окей. А ты в прошлый раз интервью сына не брал, так что давай, возвращай долг. Возвращай долг. Ну, я тебя спрашиваю сейчас, какую игру ты первую спидранил? Это был Risk of Rain. Мой первый ран был 10 минут 40 секунд. И у меня все было хорошо. А потом я убил в себя государство. И я прыгнул на ДМЦ. Окей. По поводу вообще спидранов. Я знаю, что у тебя их очень много и самые разные. Ты каждый раз находишь что-то новое для себя и спидранишь одну игру, то есть тренируешь, или ты просто ротейтишь их и улучшаешь время по очереди в каждой из них? Или ты просто играешь в свое удовольствие, не обращая внимания на время? Я просто практикую игры, которые спидранил, вот и все. Окей. Просто практика. Ну вот, да, практика. Это практика. В русском сообществе спидранеров очень мало людей умеют именно практиковаться. Они... Может, спидрант хорошие игры, у них все хорошо. Но они не умеют практиковаться из-за этого. Они не получают нормальный результат в определенные моменты времени. Когда нужен результат, они не получают результат, они получают руину. И поэтому мы просто можем сказать, что русская коммуника спидранеров — это уникальное сообщество казуалов, которые спидрантарают, может, хорошие игры, но они спирают ДМЦ. Как сказал один умный человек, который спидранит хорошие игры, ДМЦ 3 — это параша. И вот я считаю, что ДМЦ 3 — это параша. Потому что в ДМЦ 3, чтобы эту игру было хорошо, действительно хорошо спидранить. Совершенно серьезно вам нужно задрасти какие-то тайминги, Royal Guard стиль, ну, в нормальной категории. А Хэвдор Хэлл, он просто уже, не знаю, ну, литров 5 яблочного сока выбить, выбить, ну, и, возможно, вы пройдете игру меньше, чем за 2 часа. Не факт. Хорошо. Дрик хотел тебе сначала выбить колено и чашечки, но потом передумал. Окей, хорошо. Тогда скажи, что ты бы хотел сказать начинающим спидранерам, которые только-только начали спидранить, как попроще... Не попроще, точнее, с чего стоит начать. И... Я, наверное, догадываюсь, скажешь, ДМЦ 3, да? Нет. А с чего? А... Есть 4 ошиб... Нет, есть 5 ошибок, короче, которые делает каждый человек, который хочет... Который хочет начать спидранить. Ровно 5. Короче, не больше, не меньше, а ровно 5. Начнем с первой. Первое. Люди берут сразу сложные игры, потому что они популярны. Давайте сразу. Все любят серию Portal, все любят Borderlands, все любят Dark Souls, все любят там какой-нибудь, не знаю, в общем, не важно. Берут любые сложные игры. Проблема в том, что спидранинг, как таковое, он требует определенного майнсета, определенного какого-то, не знаю, настроя, определенный... Не знаю, подход к каждой игре. Если вы прыгаете с своим казуальным пониманием игры сразу в спидран, часть игры, которая является другим способом прохождения игры, то это очень резко повлияет на то, как вы смотрите на спидраны и на игры в целом. Потому что если неправильно, скажем так, прийти в спидраны, то потом начнется полнейший провал. Вторая ошибка, которую люди делают, это то, что люди недостаточно практикуются. Я по этому поводу уже все сказал. Третья ошибка, которую люди делают, это то, что люди думают, типа, ты спидранер, ты получишь дохера, там, не знаю, зрители и так далее. Я спидраню год, чуть больше года. У меня на стриме три зрителя. И один из них там, это бот. Вот, поэтому давайте подумаем, вы действительно, типа, хотите начать спидранить ради, там, ну, бабла и так далее. Ну, типа, идеал, идеал. Вывести, конечно, да, спидраны, как что-то, что позволит, не знаю, сидеть дома и ничего не делать. Ну, это, это прям совсем идеал. Но давайте, короче, просто подумаем. Сколько спидранеров, вот, в мире вытащили спидранинг как их основное средство дохода? Исключение из этого списка Distortion. Исключение Trichex, исключение еще там пару людей, я не помню их имен, извините, как на стараюсь не смотреть. Вот, то есть спидранинг, ну, это нифига не прибыльная фиговина, особенно, особенно, если вы это делаете в России. В России, как, ну, как мы видим, спидранинг особо никому не нужен. Так что, опять же, стоит подумать, стоит ли действительно, хочешь, действительно, типа, или вы хотите действительно убить определенное количество времени, определенное количество сил, ну, возненавидеть игру в будущем. Вот, если хотите, то добро пожаловать в русское корочество, в сообщество спидранеров. Поэтому, по сути, вот. Ну, я немножко, наверное, не соглашусь до конца с тем, что дранить это именно тратить свое время, потому что, если тебе это нравится, это не трата времени, это приятное времяпровождение. И, как, я, пожалуйста, соглашусь, а мне, многими, кто говорили, если, типа, это просто ваше хобби, вам нравится это делать, то, типа, это уже очень даже неплохо. Вот. Но, тем не менее. Спасибо за спидран, микоразиум, нам сейчас надо уже переключаться. И сейчас у нас будет кооперативный спидран Resident Evil 5 Loss and Nightmares от Insane BB и Oxida. И микоразиум, последнее слово на последок. Осталось не так уж много ранов до конца, аж целых 16. И у тебя еще будет риск уфрейн. Да, да, да. Видно, это и было последнее слово, ну ладно. В общем, сейчас буквально полминутки, и мы запускаем новый спидран. Тем не менее, сначала прочитаю пару донав, которые были. Первое, это Hive Mind 200 рублей. Не, ну за дон-то я уже видел. Спасибо. Спасибо.